Праздник 1 мая Праздник народных гуляний и щедро накрытых столов Но на этот раз москвичи вышли на улицы совсем не в праздничном настроении Да и какая тут радость, если неудержимо растут цены и налоги Страну лихорадит экономическая нестабильность, а на полках магазинов все меньше товаров и продуктов И как считают организаторы митинга Московская Федерация профсоюзов и Ассоциация свободных профсоюзов Именно в день 1 мая, день солидарности трудящихся Представители профсоюзных организаций столицы должны сказать на главной площади страны Веское слово в защиту кровных интересов людей труда Да и сама Красная площадь в это утро не выглядела традиционно торжественной Она стала как бы зеркалом в котором отразилась наша действительность с нашими тревогами и надеждами Наверное впервые за 73 года люди пришли на Красную площадь не по призывам КПСС Их привела суда тревога за судьбу страны, своих близких, своего будущего Решимость, с которой профсоюзы встают на социальную защиту трудящихся Заставила правительство страны и республик заключить ряд соглашений Направленных на улучшение жизни тружеников страны На трибуне Мавзолея Президиум митинга Приглашенные гости Президент СССР Горбачев Председатель Верховного Совета СССР Лукьянов Руководители и активисты Московских профсоюзов Открывая митинг, председатель Московской Федерации профсоюзов Шмаков сказал Уважаемые товарищи, друзья Сегодня Россия встречает свой 100-й Первомай От имени Оргкомитета митинга и Московской Федерации профсоюзов Поздравляю вас, всех москвичей, с нашим днем Днем солидарности трудящихся В условиях, когда страна и город в тяжелейшем положении Мы вышли на эту площадь под главным лозунгом профсоюзов Единство, солидарность, права человека труда Мы вышли в этот далеко не праздничный митинг для того, чтобы сказать о своих требованиях и проблемах Чтобы продемонстрировать силу и организованность профсоюзного движения города Чтобы защитить себя и свою семью от безудержного роста цен и бездумных управленческих решений Мы выступаем за радикальную экономическую реформу при сохранении социальных гарантий За право на эффективный труд Мы не просим себе подачки с протянутой рукой Мы требуем себе возможности работать и заработать на достойную жизнь Слово предоставляется председателю всеобщей конфедерации профсоюзов СССР Щербакова Повсюду в мире трудящиеся и их профсоюзы ведут упорную борьбу за свои жизненные права и интересы Профсоюзы не могут сложа руки наблюдать за развитием событий Кризис больнее всего ударяет по простому человеку, незащищенному высокими должностями и сверхдоходами Трудовой народ сегодня требует остановить развал государства Навести порядок в экономике Дать людям возможность работать и получать достойную человека зарплату Люди требуют высокой ответственности каждого должностного лица От президента до председателя сельского исполкома Лучом надежды на утверждение в нашем государстве Мира, спокойствия, рабочего созидательного ритма Для многих советских людей Стало совместное заявление президента страны и высших руководителей девяти республик О безотлагательных мерах по стабилизации обстановки и преодолении кризиса Я обращаюсь к присутствующему здесь Михаилу Сергеевичу Горбачеву Ко всем подписавшим заявления руководителям республик Сделать все возможное, чтобы эта программа стала реальностью Советские люди в это верят У микрофона председатель правкома Краснохолмского комвольного комбината Тамара Григорьевна Барвенко Сегодня 1 мая и приходящая вместе с ним седьмая весна перестройки Не приносит людям радости и праздничного настроения Наша отрасль по уровню заработной платы Находится на одном из последних мест в народном хозяйстве И если учесть, что у нас почти одни женщины То их в первую очередь волнует, что дальнейший развал производства Нарушение хозяйственных связей больнее всего бьет по подрастающему поколению Мы понимаем серьезность положения дел в стране Не поддерживаем призывы к забастовкам Так как это только ухудшает экономическое положение общества Однако непринятие мер по решению проблем отрасли Со стороны правительства И обострившиеся в связи с этим положения дел На предприятиях подталкивают трудовые коллективы И профсоюзные организации В том числе и в Москве К проведению коллективных действий В своем выступлении электросварщик завода Электрощит Ромашкин подчеркнул Ситуация сегодняшнего времени не позволяет мне говорить иначе Как с позиции неудовлетворенности положением трудящихся Никто не может переубедить меня в том Что советский труженик имеет право на более достойную жизнь Атмосфера, в которой оказался рабочий класс Насыщена не только промышленным и продовольственным дефицитом Но и дефицитом доверия к руководству страны И мерам, принимаемым им в ликвидации Экономического и политического кризиса Люди устали от политического противостояния Различных партий, движений, отдельных руководителей Хуже того, что так называемые непопулярные меры По выводу из кризиса экономики страны Проводятся без учета мнения трудящихся масс Всего населения Культура в бедственном положении Тревогой о состоянии культуры в нашем обществе Было пронизано выступление народной артистки РСФСР Ольги Аросевой В заключение она обратилась к присутствующим Все-таки давайте не терять оптимизма Давайте все-таки подумаем, что Россия такая могучая страна Бог не обделил ее недрами, природой Бог не обделил русского человека душой Но давайте не будем ждать, пока они найдут вот этот таинственный консенсус А давайте мы сами по-русски объединимся и сделаем все, чтобы наша страна была могучей страной Председатель ассоциации свободных профсоюзов Федоров В своем выступлении сказал Трудящиеся страны Мы обращаемся к вам с теми лозунгами, которые вы видите представленными здесь на наших транспарантах На наших плакатах Которые отражают тезисы социально-экономической программы МАКИП Я не буду долго распространяться на эту тему, вы видите их Главное это деполитизация профсоюзов Мы категорически против забастовок Когда залезают в карман к рабочему И вытаскивают у него здесь карманы деньги Вот это провоцирование забастовок Это грабеж трудящихся, самый настоящий Мы также выступаем за большое внимание, особое внимание к возрождению крестьянства в России И особое внимание в этом деле профсоюзы должны проявить Участники митинга принимают резолюцию В ней выражается поддержка совместного заявления девяти республик Готовность в сложной обстановке стоять на позициях интересов трудящихся Добиваться энергичных действий, направленных на выход из экономического кризиса Митинг окончен Рабочее движение еще раз подтвердило свое право Активно участвовать в решении судеб великой страны В этом и есть главная особенность сегодняшнего Первомая Первомая тревог и надежд Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова